Привет! Продолжаем рассматривать возможности ZBrush 2020. И сегодня говорим об анализаторе поверхности и тех функциях, которые связаны с этим новым инструментом. Функция находится в палитре Transform Draw Draft Anализатор. Для чего это нам может понадобиться? Скажем, изготавливаем мы вот такую пресс-форму, которая будет печатать на каком-то материале. И в этом случае нам очень важно понять, как будет удаляться эта пресс-форма с отпечатанной поверхности. То есть не вырвет ли она куски какие-то материала, если угол поверхности не будет соответствовать. И запуская анализатор, видим отрисовку трех цветов. Зеленый, красный и желтый. Но сейчас не обращаем внимания на расположение этих цветов, только о сути. И рассмотрим поведение этих цветов, поведение анализатора вот на таком примере. Здесь анализ не включен сейчас. Обычный полипейнт, зеленый, красный, желтый цвет для удобства отображения. И представляем, что вот это наша пресс-форма верхняя, которая ходит и отпечатывает по своей форме на материале. И при удалении, при выходе мы видим, что вот этот распадок, угол, достаточный для того, чтобы она без помех вышла. Если мы видим желтый цвет на анализаторе, значит угол является прямым. То есть вектор является прямым. И вектор вот этих стенок, он соответствует ходу пресс-формы. И если мы видим красный цвет, значит вот этот угол является недопустимым. То есть здесь относительно хода мы видим, что при выходе штампа пресс-формы материал будет вырываться. Потому что угол отклонения вот этого является острым. То есть по-хорошему мы должны стремиться именно вот к такому зеленому цвету на анализаторе. Желтый цвет он на волоске. И здесь все будет зависеть от того материала, которым мы печатаем. Ну и вероятно пройдет этот номер, если использовать достаточное количество лыжной мази. Как мы знаем из заветов аудиофилов, лыжной мази много не бывает. Возможно поможет она и здесь. Но если серьезно, конечно стремимся к зеленому цвету. И теперь понимая принцип работы, я закину в правый трей и активируем Draw Draft. Видим, что вот такое непонятное отображение происходит. Почему так происходит? Мы должны, во-первых, выровнять по углу камеры. Вектор камеры вот так строго ставим соответствие. И угол будет просчитываться относительно вектора камеры. То есть плоскости экрана, как мы смотрим, вот так и будет просчитываться угол. По умолчанию стоит угол 2, допустимое отклонение. И чтобы пересчитать, мы нажимаем кнопку Set. И видим, что здесь вот такая отрисовка появляется. Полностью зеленый цвет. Материал будет удаляться хорошо. И вот здесь уже желтый цвет. То есть здесь вектор уже является прямым по отношению к ходу этого поршня. Вот так он будет ходить у нас. И вот здесь прямая поверхность. Прямой вектор получается. Основной упор мы делаем вот на эту поверхность. И теперь, если мы будем менять эту поверхность, то просчет будет проходить в реальном времени. И видим, что если угол уже начинает отклоняться в сторону недопустимых значений, мы получаем красный цвет. Соответственно, чтобы пофиксить, делаем обратное действие. Уводим. Все это дело. Ну, здесь, соответственно, следим за формой. У нас по умолчанию стоял угол в 2 градуса. Если снова выровнять камеры, каждый раз, когда пересчитываем угол, нужно нажимать вот эту кнопку Set Deer и позиционировать правильно эту модель. То есть если она будет вот так, я поставлю угол, к примеру, уже один. То есть меньшую погрешность пересчитаю. То мы видим, опять-таки, перпендикулярный вектор. И в зависимости от него уже отрисовалось. То есть предполагается, что форма может ходить вот так, да? Этого нам не нужно, поэтому позиционируем всегда точно в камеру. Минимальную погрешность оставлю. Кстати, здесь видно, что он отрабатывает интерактивно, но опять-таки того положения камеры, когда была нажата вот эта кнопка. Если сейчас нажать эту кнопку, интерактивно уже можно менять, независимо от угла. Если хотим пересчитать, снова позиционируем в камеру, той стороной, которой это необходимо сделать. Выставляю минимальный допуск, нажимаю этот угол, и все, видим, что сейчас очень строгое соответствие будет. Но обычно по умолчанию одного-двух параметра этого хватает. И вот видим, что данная модель корректна. Если есть какие-то недочеты, недостатки, мы их сразу будем видеть. И еще одна кнопка здесь есть, она инвертирует направление. То есть если у нас была камера вот так направлена, мы хотим, чтобы ход осуществлялся вот так. Нажимаем эту кнопку, и происходит инверсия. То есть вот эта поверхность является основной, и видим, что здесь, в принципе, ее можно использовать. Вот так работает этот инструмент, анализатор. Сейчас рассмотрим дополнительные инструменты, которые работают на его основе. Сам анализатор я отключаю, и переходим в Polypaint. Вот здесь у нас есть кнопка From Draft. То есть относительно этого анализа будет простраиваться Polypaint. Да, и еще один момент. Модель обязательно должна находиться, в том числе для анализа вот этого, в режиме ортогональном, то есть не в перспективе, потому что угол в этом случае будет некорректным. Она сразу переходит в ортогональную проекцию, в чем можем убедиться. Но насильно, конечно, мы можем включить перспективу, проигнорировать это предупреждение, но тогда результат может быть непредсказуемым. Остаемся в ортогональной проекции и переходим в Polypaint. Отключаю анализатор. Функция From Draft. Видим, что слайдеры здесь те же самые. Угол, пересчет и инверсия. Кнопка называется From Draft, которая отображает красный и зеленый цвет. Не отображает желтый цвет, то есть работает только с двумя цветами. Нажимаю ее, и получаем вот такой результат. Относительно того положения камеры, если хотим, чтобы просчитывалось вот так, нажимаем снова Set Deer и перерисовываем Polypaint. Происходит просчет, и имеем вот такую поверхность. Видим, что вот здесь тот же самый красный цвет, но уже желтого цвета не видим. То есть логика абсолютно та же самая. Если хотим инвертировать, нажимаем кнопку Inverse. Положение камеры вот такое. У нас по-прежнему, да? То есть нам не надо нажимать кнопку Set Deer. Set Deer пересчитывает новую позицию относительно камеры. Позиция у нас старая, поэтому нам нужно просто перекрасить эту модель. From Draft нажимаем и имеем инвертированную поверхность, да? Вот так. То есть таким образом мы можем быстро красить нашу модель. Снова инвертирую направление и попробуем здесь поскульптить. В режиме реального времени ничего не происходит. То есть мы имеем просто обычный вертексный цвет сейчас на этой модели. И так как у нас здесь абсолютно чистый цвет, зеленый и красный, особенно если мы находимся во Flat Materie, мы можем использовать эти цветовые каналы, красный и зеленый, в качестве масок для настройки сложных материалов, например, в том же Substance Designer, либо придумать уже другое применение, например, здесь для быстрого создания Polygroup и так далее. Если хотим сбросить Polypaint, отжимаем кнопку Colorize, видим, что это обычная наша модель без вертексного цвета. И следующий очень похожий инструмент на предыдущий находится в разделе Masking, Mask by Draft. Те же самые ползунки здесь есть. Логика та же самая, но вместо цвета мы получаем маску. Нажимаю, идет просчет. И вот в этих местах теперь у нас есть маска. В тех местах, которые не соответствуют корректному углу, маски не будет. То есть мы можем быстро получить доступ к тем участкам, которые являются проблемными, и их пофиксить на ходу, например, проверяя на анализаторе, который тоже нужно просчитать в этой позиции камеры, и угол тот же самый должен быть, который у маски. В маске сейчас единица стоит, и здесь единица. Просчитываем, накладываем маску, и здесь уже фиксим тогда эту поверхность. Проверяем на анализаторе, и видим, как уходит постепенно эта проблема. К сожалению, не работает это в комбинации. Либо маску мы можем видеть одновременно, либо это цветовой анализ. Но если вывести это на hotkey, то можно быстро переключаться при необходимости. Следующий инструмент, который появился в 2020, тоже основывается на анализе, но уже не угла вектора, а относительно толщины. В сцене сейчас у нас три вот таких объекта, минимальной толщины и максимальной толщины, вот здесь. И опять-таки в разделе polypaint, from thickness, есть параметр, анализирует толщину модели, и выводит финальный результат в виде цвета, определенного цвета. И цвет берется, палитра preferences, и вот здесь есть как раз анализатор этих цветов, я закидываю палитру сюда, и мы видим семь цветов, радужный спектр, за исключением пары цветов, от красного к синему. И сейчас, оставляя по умолчанию эти настройки, нажимаем from thickness, и получаем вот такой результат, окрашенный в красный цвет, минимальная толщина у нас сейчас задана на единицу, и все, что будет меньше этой величины, будет окрашиваться в красный цвет, соответственно, с первым пикером, прямоугольником в палитре. И сейчас мы проверим, какова фактическая толщина 0.6, 0.66 юнитов, и мы не попадаем в эту минимальную толщину. Минимальная толщина, вот эта минимальная толщина, этот слайдер, опирается на розовый цвет, на параметр C1, все, что будет меньше минимальной толщины, будет уже в красном спектре находиться. У нас сейчас толщина 0.6, я ставлю 0.5, то есть сейчас у нас соответствует этой толщине только вот этот размер, от этой стенки вот к этой стенке, то есть вот эта толщина. Здесь отображается красным цветом, потому что здесь толщина не соответствует, скажем, вот от этой грани к этой грани, вот это расстояние, оно не соответствует этой толщине уже, поэтому здесь красный цвет мы получаем. То есть еще раз, что мы должны отсюда понять, что вот эта минимальная толщина, она показывает вот этот цвет в спектре C1. Эти спектры можно менять, вручную настраивать, это селектор и при выборе цвета его можно вручную настраивать для этого дела сейчас не буду и здесь мы должны указать эту минимальную толщину которая нас будет устраивать каждого материала при печати толщина отличается по требованиям до полиамида скажем она составляет 0 8 миллиметров и здесь мы должны выставлять тогда эти значения но имеем ввиду что здесь значение не берутся условные то есть в тех единицах которых находится zbrush в данный момент то есть во внутренних единицах браша да и для корректной работы нужно правильно установить единицы от масштабировать каждую из своих моделей это большая самостоятельная тема которую мы рассматриваем в нашем расширенном курсе по брашу если интересно да такие аспекты то добро пожаловать здесь же мы касаемся сейчас только этого инструмента имеем ввиду что это внутренние единицы сейчас у нас стоят не миллиметры не сантиметры ничего юниты дают о которых мы уже говорили и скажем ставим этот размер 0 1 пересчитываем и уже вот такое отображение имеем максимальная толщина будет опираться на параметр c5 и все что будет выше максимально допустимой толщины будет в синим спектре находиться то есть если мы видим на модели синий цвет это безопасный цвет если не указан верхний порог толщины если у нас есть и верхний порог и нижний порог толщины то мы должны находиться в спектре строго от розового до вот этого фиолетового и чем больше вот этот диапазон между минимальной толщиной и максимальной толщиной тем более широкий спектр мы получим как этот шаг рассчитывается берется минимальная толщина которая у нас здесь задано умножается на максимальную толщину и мы получаем пороговый диапазон который делим на 6 количество вот этих цветов от красного до фиолетового и получаем значение цену деления каждого вот этого шага относительно которой простраивается цвет уже здесь вот этот ползунок коллите определяет качество количество лучей которые спускаются каждым полигоном для оценки соседней грани и чем он выше этот параметр тем качественнее просчет но не забываем что при этом тратится ресурс и сейчас как видим это является также цветом вертексным цветом если вы отключить ничего не увидим то есть помимо оценки для печати мы можем использовать этот прием и в текстурирование но текстурирование опять-таки это отдельная тема эти цвета можно инвертировать нажимая кнопку r и уже теперь синий цвет будет недопустимо минимальной толщиной а красный максимальной толщиной выше порогового значения которое указано у нас вот здесь но и опять же устанавливая здесь собственные цвета мы можем текстурировать вот такой палитрой цветов текстурировать свои к примеру органические модели нажимаем одну кнопку и получаем уже вот такое распределение настраиваем минимальную максимальную толщину в зависимости от объекта и можно сказать получаем уже вот такую какую-то текстуру до нужные цвета здесь устанавливаем через пикер как мы это умеем уже делать не уже вот здесь например зеленый цвет то есть кросс использование и в анализе для печати и в текстурировании и на этом тему анализаторов заканчиваем в следующем уроке по 2020 рассмотрим возможности новых кистей а